Дорогие друзья, с махом на первом канале, у нас в гостях сегодня народный артист России Николай Расторгуев, наконец-то, доброе утро Николай. Доброе утро. Что мы сегодня с вами будем готовить для наших телезрителей, ваших поклонников, которые отмечают в этом году не только в наступлении 2009 года, но и в эти дни празднуют 20-летие группы Любе? Ну, мы сделаем такие не очень сложные блюда. Это будет спагетти с белыми грибами в сливочном соусе. Раз. Затем мы сделаем пудинг. Ну, где-то называется пудинг, где-то у нас это принято запеканочка творожная. Вот. И попутно мы сделаем салат с рухлой и с жареными креветками. Ну, это известно, такое блюдо делается мгновенно. Попутно. Попутно. Вот так, друзья, три блюда. А с чего начинаем? Я думаю, мы начинаем с того, что поставим воду. Поставим воду для того, чтобы... Для того, чтобы... Ну, мы врать не будем. Грибы-то, которые мы используем... Сколько воды, кстати, нужно? Много. Лейте, я скажу. Ага. Спагетти варится и паста. Любая варится в большом количестве. Не, а это мы для пасты ставим воду? Да. А, тогда понятно, что много. Понятно. Так, хорошо. Это мы поставили воду, чтобы всегда у нас она была готова для пасты, и она может кипеть сколько угодно в течение. Да, замечательно. Так, дальше. Сейчас нужно распределиться таким образом, что все у нас было на мази. У нас тут вообще все на мази. С чего мы начнем? Давайте мы немножко отварим грибы просто. А сколько нам нужно, кстати, грибов? Вот у нас, вот насколько я понимаю, это белые, ну, сейчас зима, грибы найти сложно. Не замерзли, конечно, зима. Белые замороженные грибы, да? Отлично. Лучше не сушеные, а вот именно такие замороженные. Поэтому мы сейчас их порежем. Мы их прямо начинаем резать, да? Да, порежем пластинами, да. И потом мы в небольшом количестве воды их обварим немножко. Сколько, Коля, воды? Ну, вот прямо... Еще, еще, еще хватит. Вот так. Да. То есть для того, чтобы окончательно из них изморозь вся ушла. Ножи есть. Ножи – это вопрос. Отлично. Конечно. Я хочу посмотреть, как Николай Расторгуев, и каким образом нужно нарезать. Пластиночками, да? Да. Таким вот образом. Вот. Так. Ага. А шляпка? Ну, я думаю, таким образом. И шляпка также. И шляпка также, да? Да. Откуда рецепт? Рецепт? Безусловно, интересует. Честно говоря, я все это пробовал. Я люблю итальянскую кухню. Ага. То есть можно ли сказать, что вот это блюдо является одним из любимых итальянских блюд? Ну, я скажу, оно одно из расхожих блюд, я скажу. И даже у нас в России, в Москве, в итальянских ресторанах, оно всегда в меню есть. Николай, а вот был ли тот, вот помните ли, тот момент, когда впервые выехали за границу, я не знаю, или где-то попробовали итальянскую кухню, и какое-то блюдо было? Я помню, что я первый раз в жизни итальянскую кухню попробовал. Это была пицца. Первое итальянское блюдо я попробовал в детстве. Я только потом узнал, что это итальянское. Это макароны с сыром. Вы имеете в виду, вот, не все макароны? Советские, серого цвета. Серого цвета. Такие, чтобы, если посмотреть внутрь, то видно даже станцию метро Новогиреево. Даже можно плеваться мокрой бумагой. Можно плеваться мокрой бумагой, да, причем не сильно ее разжевывая, там такие большие были отверстия. Так, хватит нам, да? Хватит достаточно вполне. Прямо мы, нам не нужно же кипятить воду, да, мы можем прямо туда или подождать, в кипящую. Нет, пусть, хотя, в принципе, по барабану. Сейчас мы закинем сюда. Запах белых грибов. Кстати говоря, такие белые грибы являются и хорошей основой и для супа грибного, и для жаркого. Я правильно же понимаю, вот для этого? Ну, нам еще пригодится чуть-чуть вот этого бульона. Грибного бульончика. То есть они должны повариться тогда, минуточек, наверное, 10-15. 10-15, да. Так, теперь мы будем, наверное, потихонечку разбираться с пудингом, пока все это... Пока все это готовится, да, можем разбираться с пудингом. Значит так, творог у нас здесь, теперь надо творог сюда... Ну, совершенно очевидно, что это не итальянский рецепт, вот это вот, да? Это домашний. Какой нужен творог? Обыкновенный творог, ну, 9-7%. Нежирный, да, то есть такой... Такой обыкновенный творог. Так, что мы делаем? Мы выкладываем сюда творог. Выкладываем творог, прямо в рец. Весь. Или почти в рец. Так, сколько здесь было пачек? Здесь было три. Четыре? Четыре. Четыре пачки. Четыре пачки. Значит, сюда нужно примерно две столовых ложки манки. Две столовые ложки манки. Две или даже здесь побольше? Три. Тогда лучше даже три. Три, может быть, еще побольше. Да, вот так, хорошая. Хватит. Теперь всыпаем сюда изюм. Я думаю, достаточно. А мне кажется... А? А мне... Вот, извините, Николай, но вот я понимаю, что вы, может быть, вот так... Хорошо. Дальше мы берем четыре... Сколько? Четыре пачки? Четыре яйца. То есть количество яиц по количеству пачек. Берем четыре яйца. И все это мы будем, я так понимаю... Замешивать? Замешивать. Так, давайте. Разбивай. Даже вот... Все. Четыре. Так, немного сахара вот надо. Подожди, Николай, держите. Сахар у нас находится на столе. Не знаете, какой у нас сахар? Да. Я вижу тростниковый. Это не от того, что он не новый. Это от того, что он тростниковый. Достаточно. Достаточно? Да. Убираем. Убираем. И теперь специальное устройство для взбивания. Для взбивания. Устройство для взбивания. Да. Ну, давайте тогда пробуем. А где у нас розетка? Розетка и источник тока. Это вот здесь. Слушайте, Николай. Ну, вот я, конечно, все мог предположить. Но то, что вы... Вот ваш образ сценический, экранный образ, он соответствует... Сейчас, смотрите, у нас... Соответствует чему? Сейчас, сейчас, сейчас. Я должен есть тушенка с ножа. Нет, ну, не тушенка с ножа, но я вот вижу вас, как вы берете крупный рогатый скот за рога и заводите в печь сразу. Вот. И как-то вот какие-то такие вот... А вы, смотрите, а вы, оказывается, гурманом. Вы можете себя назвать гурманом? Иногда, да, конечно. То есть вы внимательно следите за тем, что вы едите и как вы готовите. Я максимально убавил. Сколько времени прошло, когда она загипела? Вот буквально, я думаю, что несколько минут. Ну, прям минуту две. Минут десять ждем еще и выключаем. Минут десять ждем. Так, давайте, давайте, может быть, мы сначала чуть-чуть... Уверены, что вот это... Надо сбить тухо в стене, вот так мягкий творог. Мягкий-мягкий творог. Скворожная масса такая должна быть, да, совсем? Но фирменное расторгуевское блюдо какое-нибудь есть, вот которое все знают, что есть. Идем к Николаю в гости. Не, ну я люблю всякие... Я могу сварить хорошую борщ, кстати. Вот. Да, да. Вот это все-таки вы обратно к образу возвращаетесь, да, борщ, борщ это из... да. Конечно, я люблю нашу родную кухню русскую. Вот, потом всякие тевтельки, котлеточки, все это любимое. Сразу вот слово котлеточки, сразу хочется... эх, котлет, время, время, времечко. Да, тевтель, тевтелечко. Это все. Идем с оливковым котлом. Оливковое масло, вот, да. Да, 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 да. Я продолжаю перемешивать. Вот так получается супер. По-моему, что... Так, теперь можно с чесноком поделать. Да. Все пока, да? Да. Вот так, да? Да. Давайте покажем нашим зрителям, что такое воздушное... Вот, друзья, что это такое. Да, и теперь все вот это что, и надо выводить. Напоминает фрагмент из кинофильма «Через тернии к звездам». Помните, такой пеной засыпали всех. Мне всегда хотелось бы, чтобы в этой пене был изюм. И что мы теперь-то все... вот сюда? Да. Все, прямо вот без подготовки, да? Прямо совершенно тупо. И вот я сейчас... Вот таким вот образом... Просто выложить все в форму. И потом... У нас 200 градусов есть? 200 градусов, да, у нас как раз 200 градусов. Включай. Так. Кстати сказать, у нас как раз ровно и получится. Вот чувствует у меня моя рука, что этой ложкой неудобно накладывать. И тут на помощь к нам приходит Николай. Этого вы не видели. Что это? Это Николай. Волшебный... Вот смотрите, какая-то удобная вещь. Вот смотрите, видите? Моментально все сразу. Раз. И смотрите, чистые стенки остаются. Два. Не надо вылизывать ничего. Вылизывать? Он вылежет все за тебя. Знаменитый силиконовый скребок. У нас сейчас, кстати, силиконовые скребки стали невероятно популярными благодаря нашей передаче. Многие стали называть так уже своих детей. Скребок. Так, теперь для... Надо все это как-то так вот заровнять. Правильно? Так и тоже при помощи все того же. Универсальный прибор. Именно, да. Я вот тоже не назвал бы это инструментом, а именно прибором. Так. Ну что? Ну вот это так. Да. Да? А теперь все это смело ставим... В духовочку. Да. И теперь всю вот эту историю... Зачем мы это не украшаем пока? Зачем ставим на 25 минут. Но контрольный, значит, когда проведем 20 минут, надо будет все это помазать сливочным маслом сверху. Все. Все. И 200 градусов. Да. Хорошо. Итак, друзья... Порежь, пожалуйста. Вот прежде чем порезать чеснок... Да. Я на секунду сейчас оставлю Николая Расторгуева. На нашей кухне, так сказать, с полу... Не скажу полуфабрикатами, но скажу с практически готовыми уже сварившимися грибами. С кипящей водой для пасты, в которую мы пасту будем скоро уже закладывать. С разогревающимся маслом и с запекающейся запеканкой. Против татологии, друзья. Короткая реклама, друзья, после которой мы вернемся. Вы знаете, что готовили в той знаменитой избе, проезжая мимо которой Александр Сергеевич Пушкин закричал. Там русский дух, там русье пахнет. Ребят, а что это у вас сегодня такое в ДК? Так артисты из Москвы приехали. Басков, Пенкин, Моисеев. Сейчас концерт, а потом товарищеский ужин. Из кинофильма «Веселые ребята». Дорогие друзья, у нас ГСК Николай Расторгуев. И мы готовим сегодня несколько блюд, два из которых мы причисляем к итальянской кулинарии и кухне. Правда же, Коль, да? Да, одно домашнее. Одно домашнее вкусный десерт. Так, значит, воду мы подсаливаем. Подсаливаем воду. Вот так. Как мелко мы режем чеснок, Коль? Вот. Просто мы обжариваем, потом выкидываем. Так, а может, его и резать не надо? Может, его просто вот так? Может быть, кстати, в рот. Вот так вот. Раз, два. Но все равно его пошинковать как-то надо. Да? Чуть-чуть. Ты думаешь? Лучше яблок. Нам же нужно для того, чтобы масло получило... Запах. Запах? Абсолютно. Тогда вполне достаточно нам будет сделать вот так. Аккуратно. Все. Так, теперь смело нужно закладывать спагетти. Спагетти? Прямо вот. Мы уже прямо начинаем готовить, да? Да. Это мы просто обжариваем чесноком. Спагетти. Пожалуйста. Сколько нужно? Все пачка. Прямо целую пачку, да? Чеснок. Во. Во. Так. А чеснок мы просто обжариваем маской для того, чтобы масло в себя аромат чеснока впитало. И в это масло потом мы будем перекладывать. В это масло заложим креветки для салата. Мне кажется, что... Ну, еще разве что, чуть-чуть, да? Ну, еще чуть-чуть, да. Прямо вот еще совсем чуть-чуть. Так, варим их до состояния такого пачки. В полу готовности. Альденте названо, да? Да, у итальянцев альденте называется, да. Ну, не полу, а практически, практически готовое, да? Да, хорошая, правильная из твердой пшеницы паста. Или спагетти, там не важно. В общем, они варятся минут 10-12. Я думаю, что и это не исключение. Мы на всякий случай можем прокатурировать это на паспорт. Немножко масла сюда мы зальем. Варить здесь написано. 10 минут. Все, Эр. Ну что, Николай, я полагаю, что мы можем достать часа. Да, можно выбросать. Так. Так, теперь. И вот теперь? Три. Вот так. Да. На разогретую сковородку креветки должны готовиться крайне-крайне быстро. Даже вот так вот можно сделать, да? Можно накрыть, Коль. Надо накрыть, Коль. На проще. Чуть-чуть, да? Прям так. Что с грибами? Грибы пока мы оставляем. Грибы пока оставляем. Значит, у нас варится паста. У нас... Мы заложили пасту 2 минуты назад, да? Да. 2 минуты назад заложили пасту. 5 минут назад положили... Так. Время шло. Оп. Да. Вот так вот. И чуть-чуть прикрываем. Так. Что мы делаем дальше? Так, дальше мы сейчас креветки, они быстро готовятся, сейчас обжарятся. Мы их выложим в отдельную посуду, чтобы освободить сковородку для остального. В отдельную посуду. Я думаю, что нам вполне подойдет. Да? Даже можем вот сюда. Ничего. Вот сюда выкладываем. Так. Теперь мы будем готовить просто сливочный соус варе в сковороде. А, сливочный соус для грибов, вместе с грибами которые, да? Да. Абсолютно. Так, тогда у меня, пока есть секунда, есть еще и вопрос. Давай. А что участники группы Любе пишут себе в продовольственный райдер, когда выезжают на гастроли? Ведь у каждого артиста, тем более у народного артиста, у любимого артиста есть, и это не секрет для зрителей, есть определенные требования к тому, как питаться на гастролях. Вот есть какие-то специальные позиции у вашего коллектива, когда вы выезжаете куда-то в далекие края? Ну, я скажу, что нужно, я обычно предпочитаю то, к чему я привык. Поэтому я прошу сделать какие-нибудь котлетки, что-нибудь такое простое, домашнее. Нормально то, к чему я привык с детства. Так. Вот. Ну, у ребят там другие несколько предпочтений. Обычно там ресторан заказываешь. И разносовые стоят до столя, да? Да, конечно. А вот, например, перед тем, как выйти на сцену. А в гример? В гримерку, да, конечно. Ведь многие же... Я знаю артистов, которые... Чай, лимон, фрукты какие-нибудь... Нет такого, например, что вот для того, чтобы там лучше игралось, лепилось, нужно обязательно съесть запеченную баранью ногу. Вот этого... Нет. Есть артисты? Нет, артист должен быть злой и голодный. Перед выходной сценой. Артист должен быть злой и голодный. Ну, я сразу вспоминаю участниц группы Туцци. Да. Хотя я и про них мог бы сказать в некоторых ситуациях. И такое. Так, Коль, так креветки все, да? Они же секунду готовятся. Но они дали немножко воды у нас, потому что... Ничего страшного. Ничего страшного абсолютно. Я думаю, что мы их можем... Знаете, мы что, мы сейчас их немножко оставим открытыми, чтобы выпарилась эта вода от черта. Да, и более того, даже побольше огонь их можно сделать. Да. Эта вода будет выпариваться. Мы на самом деле их можем, Коль, вынуть без воды и без этой. Можно. Можно. Можно так и сделаем? Если есть специальный гаджет устройства. Да? Тогда мы эту кремку тоже... Мне кажется, они уже готовы 20 раз. Выпаривали, да. Мне кажется, что они готовы 20 раз. А то количество масла, которое нам необходимо, оно и так с этими креветками отправляется сюда. Так. 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 Внимательно следит Николай Расторгуев за нашими спагетти. Спагетти всегда, кстати, можно... Ага. Спагетти, кстати, можно в процессе еще и пробовать. Ну и все. Вот они практически готовы. Креветки я оставил. Практически готовы? То есть мы, в принципе, можем что-нибудь сливать, что ли? А где же наши... Сейчас осталось... Осталось... Три минуты. Замечательно. Все. Сейчас мы должны быть готовы, потому что через одну секунду... А мы можем все спокойно уже начинать готовить соус. Да, макароны уже готовы, их надо сливать. Все, сливаем? Да, есть дуршлаг. Вот такой вот. Да, есть. Так, я беру... Секунду. Я беру... Так сказать, кастрюлю. Зачем здесь? Ой. Вот. Да? Вот. Вот так вот. Берем вот так. Мы оставляем какое-то количество воды? Ну, можно оставить чуть-чуть хотя бы. Еще, 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 еще. А теперь обратно ставь. Оп. Все. Все. И пусть стоит, выпаривается чуть-чуть. Чуть-чуть выпаривается. Без огня. Без шакла? Да. Без огня. Так, у нас очень много всего сейчас скопилось тут на столе. А нам нужно переходить к соусу. Каким образом мы переходим к соусу? Значит так, нам нужно сливочное масло, которое, по-моему, я видел где-то в холодильнике. Так, теперь зажги, пожалуйста, вот это. Да, она горит, кстати. А, нет, не горит. Нет, не горит. Ставим. Сливочное масло. Да. Как много его нам нужно? На глаз. Масло на глаз, но на мой глаз. А то лиешь масло? Я очень. Тогда на твоих глаз. На мой глаз? Ну, ну. Да. Да? Вот такой соус-то сливочный у нас, в конце концов, и масло сливочное. Бросаем и топим. Грибы-то у нас уже готовы. Грибы готовы, их надо вырубить вообще. Вырубаем. Да. Все. И теперь грибы мы будем каким-то образом оттуда... Мы их потом выложим сюда. Что нам нужно еще для соуса? Немного добавим чеснока для запаха. Для запаха? Ну, для аромата, конечно. Для аромата, да. Чуть-чуть. Прямо пару зубчиков, да. Пару зубчиков, которые мы тоже можем, если мы хотим аромат, тогда мы можем сделать вот так вот с ним. И вот прям так и бросить, они сразу дадут ремы. И через 2 секунды мы их вынимаем, будет проще их вынимать. Николай, вот здесь... Немного муки. Прямо туда? Да. Сейчас мы одни с маслом соединим все это дело. А потом будем заливать сливки. Пару... Пару столовых... Так. Пару столовых ложечек муки. Сливки, а потом уже заливаем туда... А грибы в самую последнюю очередь, да? Да. Даже вот Николай 3 ложечки муки положил. Вот так. Сейчас. Если что, мы раздаем еще. Нам надо... Угу. Раздаешь что-то? Помешивать, да. Вот, вот, вот. Он разбавится этим. Он разбавится сливками. Я думаю, что нам можно заливать сливки. Вот сейчас, да. Она будет соединяться... Где сливки, кстати? Заливать. Помешивать. Как много сливок нам нужно? Лей. Лей не жалей. Да, надо, чтобы... У нас сливок. Все это должно... Стать однородным. Однородным, абсолютно. Вообще, есть два способа. Чтобы не класть муку, нужно выпаривать сливки, но это долго. Мука для того, чтобы он загустел. Ну да. Так, я оставляю Николая... Николай, оставляю вас сейчас заниматься соусом. У нас грибы уже практически готовы. Креветки у нас обжарены. 20 минут у нас уже прошло. Да, и у нас там, кстати, все тоже готово. И через секунду буду это уключать. У нас короткая реклама, друзья, после которой мы вернемся. И вы знаете, что первоначально знаменитая фраза «Птица-тройка» звучала так. Индейка-то у вас, ребята, на трояк. А что дальше будем делать? Ну, ясное дело, что поехали. У меня одна костюмерша, у нас соколь живет. Плова поедим. Из сказки «Финист ясный сокол». Дорогие друзья, смарт на Первом канале продолжается. Николай расторгует у нас в гостях, и у нас все кипит и дышит. Что нам нужно? Нам нужно... Я буду мазать сливочным маслом... И до конца... Давайте, все. Так, а мне нужно выложить грибы. И при помощи кисточки, ну и сейчас силиконовой, не просто кисточки, а силиконовой, мы ее сейчас за пеканочку нашу смажем. Все. Коля, на сколько так мы еще оставляем ее? Пять минут, все. На пять минут. И включаем при этом мы обдув. И пять минут это еще постоит. Так, готов помогать здесь. Так, соуса получилось достаточно много. Это хорошо. Вот. Видишь, он так немножко разошелся, да? Разошелся, по-моему, совсем разошелся. Замечательно. А мне кажется, может быть, его поставить на... Надо поменьше. А нам не нужно ли какую-то зелень к соусу? Нет? Можно, почему нет? Потом уже, да? Укропчик, да, подавить. Какой-то рожечек ощущает. Вот я даже думаю, что вот именно... Так, ну и, конечно же... Вот у нас кинза. Сейчас, а это что? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Это перец, три вида перца. А, подождите. Да, это перец же, да? Перец. Не надо ли огонь поменьше? Можно перестать на другую. Давай, пойдем. Поменьше? Поменьше, сделаю просто. А я вот там не сделаю. Сейчас. Коль, вот здесь. Вот на эту. Вот здесь. Это можно выключить. Спешу обратить ваше внимание. Соус прям такой получился... Мощный соус. Мощный соус. Может быть, мы его чуть-чуть бульончиком еще разбавим, нет? Давай, я как раз оставил специально. Вот чуть-чуть. Мне бы, кажется, надо. Вот так. Так, значит, исходя из того, что соуса достаточно много, мы тогда будем спагетти выкладывать на тарелку и просто добавлять соусом. Да. Правильно? Да, я бы тоже так сделал. Так, так, так. Так, вот даже немножечко еще петрушечки мы порезали. А салат-то, а салат в специальной емкости. А салат тоже, в принципе, готовит. То есть мы что делаем? Листья такие? Не-не-не, вот этот, рукова, да. Берем рукову. Рукову туда. Так. Креветки. Рукова у нас такая мелковата. Ничего. Ничего. Туда же. А помидорки мы туда вымерли? Да, помидорки, черри здесь есть. По поламе их прям порезать. Можно руку вот так. Так. Помидорки Николай нарезает. Креветочки сюда же, да? Креветочки сюда, да. Креветки. Креветки. И, наверное, мы заправлять это будем... Да, Коль, я думаю, что хватит уже. И заправлять, наверное, мы это будем вместе с оливковым маслом... Оливковым маслом. И базилимическим уксусом, да, наверное? Да. Не знаю, что получилось, но соус вкусный. Во! Это как раз самое важное. Может, попробуйте. Сокращаем... Сокращаем временные рамки нашей программы. Раз, два... Три! Так. И вот сейчас мы приступаем к самому главному. Паста у нас, Николай, при помощи... Да, можно на самом деле этой ложки. Почему бы и нет? Это всегда весело. А я смешиваю ингредиенты заправки для нашего салата. Таким макаром и немножко зеленью так. И немножко зеленью сверху. Да, красоты, да. Вот. Так. Так. Я чуть-чуть прямо... А соус очень простой. Это лимонный сок, оливковое масло, соль, перец. И по просьбе Николая Рассоруева чуть-чуть выдавленного чесночка. Вот так бы я это все сделал. Ну, друзья, и это еще, Николай, не все. Я бы мог сказать, что это все. Но это было бы не все. Ну, ладно. Дорогие друзья, коротко рассказываю, Николай мне поправит, как мы готовили. Ну, как варить пасту, мы вас учить не будем. Мы рассказывать это вы сами знаете. Какие макароны вам нравятся, такие вы и сварите. Как готовится соус? Белые грибы, замороженные. Вы размораживаете. Потом чуть-чуть порезав на тонкие кусочки, пластиночки, вы их варите. Минут 10. После этого вы на сковородке топите сливочное масло. Да, затем добавляем для того, чтобы соль. Аромата чеснока. Чеснока, да. Затем мы его можем выложить, можем оставить. Можем оставить. Затем вы добавляете туда чуть-чуть рассыпанной муки, смотреть так, чтобы мука не комкалась. Затем вы заливаете соль. И затем вы заливаете все это сливками. Все это сливками. Добавляете грибы. Да, и говорят, что если вы поразнете посолили муку, то тогда она должна разойтись в сливку. Вот. Запомните, друзья. Значит, после этого вы все это... Сколько с грибами это вы готовите? Ну, минут 5-10. На самом деле все это очень быстро. Варится все это очень быстро. Получается, друзья, вот это. Итальянская знаменитая паста. Назовем это просто любе. Так. Салат у нас готов. И готовить его, собственно, не особого умения не нужно. Просто нужно взять салат руккола, отдельно обжарить креветки. С чесноком. С чесноком вместе, да. Отдельно потом сделать заправку. И вот что мы имеем. Николай, а позвольте мне отведать сначала вашего салата, а затем вашей пасты. И вам я предложу того же. А что это вы отказываетесь? Нет? Я подожду. Вы подождете? Да. По-моему, вы голодный, вы. Нет? Нет? Или очень вкусно? Одно из... Аплодисменты салату. Так. Вот сейчас на самое главное. Так. Ну и наконец. М-м-м. Yes. М-м. Вы перешли на английский. Yes. Да? Sí. Паста у нас власть. Но! Если бы Николай Расторгуев был все еще заслуженным артистом России, мы могли и закончить. Но поскольку Николай у нас и у всех является, куда делись прихватки, народным артистом России. Вот! Аплодируйте, завидуйте. Аплодируйте, завидуйте. Как осталось, последний штрих. Так. Мы берем старшуюся заправку от салата. Мед. Мед. Ну я... Это слишком будет. Это будет слишком изысканно? Слишком изысканно, да. Так. Мед. Чуть-чуть сверху. Чуть-чуть, да. Чтобы... Да. Вот так вот. Вот так вот. Мед. Вот. Вот так вот. Мед. Отлично. Вот так у нас, да? Да. Ну что, теперь я просто предлагаю, если и пробовать, Николай, то прям пробовать. Все-таки вот так, да? Я боюсь, что потечет просто. Я тоже боюсь. Правильно. Для того, чтобы не потянуть... Смелость города берет. Смелость города берет, кстати говоря. Так, 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 так. Вот! А? Вот он, друзья! Пудин! А Пудин готовится. Можно я скажу, пока, как он готовится, да? Четыре пачки творога, четыре яйца. Сахару сколько? Сахару чуть-чуть на глаз. На глаз сахару. Изюм. Лучше черный, маленький вкусный вот этот изюм. Что еще? Манки. Три столовые ложки. Да. Пробуем? Пробуем. Я даже не знаю, откуда. Я скрываю. Вот отсюда, да? А запеканочка-то... А запеканочка-то воздушная. Сейчас я... Аккуратно. Не обожди. А? Друзья. Вы знаете, что, Николай, я вам хочу сказать одно. Моха. Я вам хочу сказать, что это очень вкусно. Я вам хочу сказать спасибо. И мое спасибо будет не только вырежено в словах. От нашего спонсора. Корзина ароматного цейлонского чая Акбар. Чай Акбар. Неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это раз. Хороший багажник. Но это еще не все. Всемирно известный производитель посуды. Компания Тапуэр дарит вам инновационные изделия. Комбайн от шефа. Деликатесница. И сковороду из металлического каталога Тапуэр. Тапуэр – это стиль и качество вашей кухни. А теперь самое главное сердце их, друзья. У Николая Расторгуева сегодня день рождения. И давайте мы его поздравим. Поаплодируем. Николай Расторгуев с маке. Сейчас я приду, мы продолжим завтракать. Мы всех еще раз поздравляем с днем рождения Николая Расторгуева. Также мы поздравляем группу Любея с 20-летним. Также мы поздравляем всех защитников Отечества и их семьи. С наступающим днем защитников Отечества. Смотрите нас совсем скоро. И узнайте, почему знаменитый поэт Поль Верлен называл своего друга Артура Рэмбо деликатесницей.